Имя советского скульптора Сергея Дмитриевича Меркурова неразрывно связано с музеем-заповедником Горки-Ленинский. Здесь расположено несколько его работ, одну из которых, смерть вождя, наверняка знают все посетители усадьбы. Теперь сотрудники музея раскрывают еще одну грань таланта Сергея Меркурова. Суть этой выставки в том, что мы решили показать одну из самых неизвестных властей его деятельности. Это посмертные маски. За всю свою жизнь он снял их около 300 штук. И они достаточно редко выставляются у нас в стране. В экспозиции представлено 12 масок. Среди знаковых фигур эволюции, таких как Свердлов, Держинский, Троцкий, Фрунзе, можно увидеть лики двух советских поэтов Сергея Есенина и Владимира Маяковского. Снятие маски это на самом деле целое искусство, снятие хорошего слепка маски. И Меркуров его как раз в нашей стране возвел в достаточно высокую степень. Неспроста Сергей Меркуров говорил, что маски это исторический источник, документальный слепок эпохи. Эти экспонаты выставляются очень редко. Их требуется хранить в особых условиях. Две маски сделаны не Сергеем Меркуровым. Слепок лица Иосифа Сталина снимал Матвей Манизер. Льва Троцкого – мексиканский скульптор Игнасио Асунцоло. В музей ездил по стране и в музеи собирал, брал копии, масок. Так мы и собрали эту коллекцию. Это наш фонд тогда находится. Естественно, что центральным объектом выставки является лик вождя мирового пролетариата, который, впрочем, можно увидеть в постоянной экспозиции. Вот, например, маска Владимира Ленина была снята Меркуровым как раз здесь, у нас в Горках. И у нас в Большом доме, в усадьбе, где, собственно, скончался Владимир Ильич, хранится один из первых слепков с оригинальной маски, сделанной с Меркуровым. Выставка открыта в Южном флигеле усадьбы Горки и будет работать до 31 августа 2004 года. Максим Козлов, Алексей Астафуров, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.